Вот какое дело, Николай, вот меня прям удивляет, ведь прошла новогодняя вот эта вот неделя, да, праздники окончились, но у них как будто конкурс, вот парад уродов, только новогоднего формата, ведь жены есть у всех, депутаты есть во всех регионах, но есть не только депутаты, которые у нас в этом году опозорились, но также вместе с женой. У нас есть хабаровский губернатор, банный губернатор Дегтярев, который записал, я не понимаю, зачем этот видеоролик был записан и почему он вообще увидел свет, но я предлагаю коротко ознакомиться с этим материалом и потом его обсудить. Жена, кого любить надо в новом году? Президента, край и мужа. Молодец. Ну то есть, понимаете, да, Галина Дегтярева, жена губернатора Михаила Дегтярева, в присутствии четверых несовершеннолетних маленьких детей на вопрос мужа отвечает, что любить надо президента, родной край и мужа. Ну а дети, видимо, по остаточному принципу, муж вообще на третьем месте. Ну как к этому относится, Николай? Ну, представьте, вот маленькие детишки сидят, да, мама, папа, это же для них святое, да, это же просто самое важное, что в их жизни есть. И когда отец семейства говорит, что вот нужно любить президента, то есть детей нужно любить, да, нужно любить президента, но это, знаете, пропаганда такая грязная, провластная, возведенная в самый высокий циничный формат. Это, знаете, перегиб некий, то есть это не пропагандистский эффект будет иметь, а противоположный эффект. Это будет открывать людям глаза с точки зрения, ребят, вы перегибаете, вы, ну, неправильно себя ведете, вы должны быть более грамотны в этих вопросах. Но в этом суть системного кризиса, он в том числе и кадровый. И такие люди, как Дегтярев, они же опираются не на народ, они опираются на власть, да, на руководителей наверху, потому что народ их не назначал. А выборы превращены в фарс. И в конечном итоге, если люди не влияют на судьбу подобных банных губернаторов, ну, смысл тогда в интересах людей-то говорить, смысл думать о людях. Надо думать, что скажет наверху президент, надо думать, что скажут ребята из администрации президента, из правительства Российской Федерации, Центрального банка. Они настоящие работодатели, и, собственно, им вот это и высказывают в подобных заявлениях. Что касается в целом ситуации, да, ну, представьте, вот сделали такую вот красивую картинку, да, пригласили журналистов, то есть работают какие-то, знаете, специалисты, да, у них есть задачи редакционные, они видят какую-то цель конкретную. В условиях сегодняшней дестабилизации в политическом, социальном плане в нашей стране власть должна возлагать на это очень большие задачи, да, очень высокую планку поднимать, потому что других механизмов убедить общество, что нужно еще потерпеть, нужно еще годик закрыть глаза на то, что наши богатства отдали кучке негодяев, ну, других механизмов-то у власти нет. И на вот этом таком понятном, да, и ожидаемом шаге власть спотыкается. Она не может даже в таких популистичных и примитивных формах общаться, да, чего говорить уже о чем-то высоком, о программе, о конкретном плане, о справедливых реформах. Потому что кадры не позволяют даже этот примитивный уровень достичь. И сидит губернатор Дегтярев, над которым смеется не только Хабаровский край, вся страна смеется, потому что все прекрасно понимают, как он туда встал, да, все прекрасно понимают, каким образом он находится на этом месте, да, что это не граждане выказали ему доверие. Нет, ни в коем случае. Это Жириновский при своей жизни, сливая Фургала, ЛДПР, который сливал Фургала, который сидит до сих пор в местах заключения, да, ждет, непонятно еще сколько лет будет ждать, значит, суда, там, приговора, решения окончательного. Он, соответственно, занимает этот пост, да, потому что ЛДПР, вот, вы не обижайте, мы вам другого, значит, губернатора. Это суть, да, и истинное лицо той мерзкой и убогой модели, государственной модели, которая сформулирована в нашей стране вот к 2022-2023 году. И даже вот элементарные вещи, да, как набрать себе каких-то политических очков с предвыборным обращением, да, действующего губернатора, видите, получаются ляпы. Вы должны, говорит, любить в первую очередь президента. Ну, слушайте, тут государство для гражданина или гражданин для государства, тут надо определиться. Просто если гражданин для государства, это фашизм, это, собственно, детище Муссолини и фашистской Италии, которая позже процветала в Германии и ряде других государств, где этого не скрывали, это говорили открыто. Это была прописанная законом доктрина, здесь же это пока устно происходит, но народ не думает, что это примет в нашей стране, да, насколько бы ему эффективно не промывали мозги. Все-таки все идет от кармана, да, все идет от положения гражданина. Человек, может быть, в каких-то моментах перестает что-то понимать, когда ему насилуют мозги Киселева, Соловьева, Скобеева и Симоняна, но он все чувствует, он прекрасно отдает отчет, да, что страна богатая, а народ нищий, что нефти и газа дофига, уверенности в завтрашнем не нету. И видит социальную пропасть между тем, кто наверху и обещает работать в интересах граждан, да, и тем, что имеет сам гражданин, налогоплательщик.